здравствуйте мои дорогие подписчики и сегодня в этом видео мы с вами будем рисовать вот такой вот пейзажик на камушке в предыдущем ролике где я рисовала дракона на камне я рассказывала что прежде всего камень нужно подготовить к работе его нужно как следует промыть и только после этого вы сможете на нем рисовать для начала я не нужно получить нежный фиолетовый оттенок для этого я использую синий немножко розового или фиолетового и белила и также в этот цвет я постепенно добавляю белила чтобы у нас получился плавный переход от более темного более к светлому оттенку то есть чем ниже тем оттенок будет светлее далее мы приступаем горе которая у нас находится слева она будет самая темная так как она находится ближе к нам и для нее буду использовать немножко зеленого синего и фиолетового никаким белил я в данном случае не использую потому что также эта гора у нас будет находиться в контуражуре также по законам воздушной перспективы все объекты которые дальше от нас они будут светлее соответственно те горы которые дальше они будут намного светлее чем та гора которая ближе к нам поэтому для горы справа я буду использовать синий немножко фиолетового и белила то есть она должна быть светлее у нас по тону чем та гора которая ближе к нам то же самое делаю с самой дальней горой далее я закрашиваю воду для нее использую в принципе те же цвета которые я использовал для неба в начале то есть я смешиваю синий немножко розового и фиолетового и добавляю белье но также заметьте то что вода которая будет ближе к нам она будет темнее а чем дальше что и ближе к горизонту горам она будет светлее то есть вам нужно сделать такой плавный плавный переход и и Продолжение следует... Также я закрашиваю велик, справа для него я просто использую синий, то есть темно-синий, я буду прорабатывать его позже. Теперь снова возвращаемся к небу, когда гуашь у нас немножко подсохла, мы сделаем теперь закат более явным, для этого я буду использовать желтый, белый или розовый. И делаю небо внизу светлее, и потом делаю плавный переход между двумя этими цветами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также горы, они будут освещены солнышком, поэтому на горе справа для этого я беру немножко розового и белого цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь то же самое я делаю с Ближней горой, но так как у нас получается, так как у нас получается Ближняя гора в контур-ажуре, поэтому у нас будет освещен только ее силуэт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также я намечаю ствол дерева, для этого я использовала коричневый, темный, синий или фиолетовый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На заднем плане я замечаю кустики, но заметят, что листва, вот эти вот кустики, они должны быть более яркими и контрастными, чем та гора, которая у нас находится на заднем плане, которая ближайшая, которая слева Чтобы они между собой не сливались, чтобы нам передать плановость Листва я буду использовать зеленый, синий и фиолетовый То есть практически должен получиться темный, темно-зеленый цвет, холодный И только на свету я прорабатываю где-то листву Для этого я использую желтый и немножко зеленого Также намечаю свет и тень на берегу справа И также на дальней горе у нас будет на заднем плане водопадик Для этого я использую синий и белый, но должен получиться такой темно-синий цвет И получается на границе, так как у нас это гора в контуражоре, получается на границе, в самом верху водопадик у нас будет освещен солнышком То есть там будет самая яркая точка Ну и кое-какие моменты я еще более детально прорабатываю И в предыдущем ролике, где я рисовала дракона на скале На фоне заката я рассказывала, что Для работы я, как правило, использую гуашь, а потом покрываю лаком Потому что я не использую в работе акриловой краски Они мне не быстро засыхают Особенно если вдруг вы неплотно закроете баночку То эту баночку сразу можно выкидывать Потому что краска засохнет, она будет как резина И вы ее уже ничем не разведете И естественно ее в дальнейшем уже не использовать Также мне не нравится из-за того, что очень часто акриловые краски, если вы нанесете Они часто покрываются как пленка И часто эта пленка, она может просто сдираться А гуашь она покрывает более таким тонким слоем Но наверное единственный плюс акрила это в том, что вы после того, как вы сделаете работу Вы можете ее не покрывать лаком Про кисти, кстати, я тоже в прошлом видео рассказывала Давайте еще раз повторюсь Использовать лучше синтетические кисти или натуральные Чтобы щетина была мягкая, ни в коем случае не жесткая Даже из синтетика она бывает разная Есть ворш такой более мягкий, а есть очень жесткий Он для работы не подойдет Использовать лучше синтетическую кисти Использовать лучше синтет otim Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, и такой вот пейзажик у меня получился. После того, как краска у меня полностью высохла, я покрываю его лаком. Такой лак можно купить в обычном хозяйственном магазине. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем пока-пока! Продолжение следует...